Добрый день, уважаемый модератор, добрый день, уважаемые коллеги. Слышно, видно ли меня, все ли в порядке? Отлично. Меня зовут Юлия Александровна Федорова, я кандидат педагогических наук, доцент Башкирского государственного педагогического университета, город Уфа, практический психолог, и тему, которую сегодня мы с вами будем рассматривать, звучит в моей интерпретации как отметки и оценки. То есть, как оценивать деятельность детей, какова психологическая роль оценок для формирования личности ребенка. Должна вам признаться, что эта тема для меня лично является сложной, потому что, с одной стороны, я практический психолог, и с позиции значения для становления личности ребенка оценки могу размышлять о том, как это должно быть. С другой стороны, я преподаватель университета, и я прекрасно понимаю, насколько сегодня ограничена возможность выстраивать многоуровневую, сложную оценку, и насколько сама система диктует, какие оценки мы можем выставить. Поэтому вопрос относительно того, как оценивать деятельность детей, для меня тоже неоднозначный, как оценивать деятельность, например, тех же самых студентов. Будет ли презентация? В принципе, да. Сейчас я поставлю разрешить скачивание, и вы можете ее себе взять, если она вам будет необходима. Итак, большую значимость для личности и для формирования в будущем самооценки и восприятия себя оценивания деятельности учебной имеет именно в младших классах. Это значимая проблема и для педагога, потому что с ней связана проблема учебной мотивации. И так как здесь деятельность учебная переходит к деятельности, наоборот, деятельность игровая переходит к деятельности учебной, то мы сталкиваемся с ситуацией, когда дети часто отвлекаются, не всегда следят за объяснениями учителя, и при этом не всегда настроены на выполнение заданий. Поэтому каким образом замотивировать является ли оценка в данном случае мотивации для детей, и когда мы можем приступать к оцениванию, и что она значит для ребенка? Вот, наверное, вопрос, который мы сегодня должны посудить. Начать я хочу с обращения к возрастной периодизации Эрика Эриксона, с его эпигенетической теории, в которой кризис, с которым сталкивается ребенок в возрасте от 7 до 10 лет, чаще всего это возраст начальных классов, только момента, когда он идет в школу, это кризис, который называется у Эрика Эриксона «Трудолюбие против неполноценности». С точки зрения возрастной периодизации в течение жизни мы сталкиваемся с серией кризисов, и преодоление этих кризисов дает нам новообразование. Вот новообразование, которое мы приобретаем, ребенок приобретает в начальной школе, это компетентность. Это новообразование непосредственно связано с оцениванием. Здесь еще есть другая составляющая, потому что не только деятельность, которая становится учебной, но и социальная ситуация развития, в которой ребенок начинает общаться в социуме полноценно, как ученик, появляются новые социальные роли, и появляется новый значимый взрослый. И к этой категории значимых взрослых относится учитель начальных классов. Тогда получается, что через взаимодействие с учителем, через первое взаимодействие с учителем начальных классов, складывается свое отношение к способности трудиться и способности быть компетентным, полезным обществу и полноценно участвовать в жизни общества. Это такое важное новообразование, которое проявится ярко в период выбора профессии, который ярко проявится в карьере, и это новообразование психической очень необходимой личности. Но дело в том, что здесь, сейчас мы можем сказать, что как таковых оценок в начальных классах еще нет. А если мы обратимся к дошкольной системе, то там оценивание тоже может быть только через похвалу или же поддержание тех или иных действий. То есть полноценная оценка появляется уже во втором, в третьем классе, когда ребенок за свою деятельность получает оценку. И эта оценка очень значима, потому что это возможность положительного разрешения кризиса, приобретения трудолюбия и, соответственно, сильной стороны компетентности, то есть способности быть профессионалом в какой-либо области в будущем. Если мы будем говорить о возрастных характеристиках учащихся, не затрагивая в данной истории дошкольников, потому что если мы будем говорить про оценивание дошкольника, то как таковой оценки отметки здесь еще нет. Оценка появляется в школе. Соответственно, мы можем выделить три возраста, и в каждом из этих возрастов мы будем видеть разную мотивацию. Младший школьный возраст, учащиеся начальных классов, мотивированы на яркую картинку, и их мотивируют сами высокие оценки. Вообще система оценивания в среднем звене или же подростковом возрасте и следующем звене, в возрасте ранней юности, оценка теряет такую значимость, которая есть в начальных классах. Потому что в этом возрасте, особенно ближе к подростковому возрасту и возрасту ранней юности, появляется ориентация на социально значимую деятельность, на взаимодействие с окружающими, ну и на признание в авторитетной среде. Поэтому оценка ключевая и значимая формируется как внутренняя способность понимать вообще свою возможность трудиться, достигать каких-то результатов именно у младших классов. Этот возраст для нас сензитивный, то есть самый важный в периоде формирования оценочности. Мотивация младших школьников может иметь и негативные проявления, и негативные характеристики, которые будут препятствовать обучению. Так, например, если мы говорим об интересах, то интересы младших школьников еще недостаточно действенны, они неустойчивы, они ситуативны и удовлетворяются обычно быстро и без поддержки учителя угасают и не возобновляются. То есть учебные материалы, задания, которые ребенок выполняет, нередко ему быстро надоедают, вызывают у него утомление и интерес теряется. Поэтому младшие школьники придают большое значение отметке. Необходимо, чтобы она приобрела другой смысл, потому что ребенок рассматривает ее как некий уровень достижения своих личностных особенностей. А нужно, чтобы он рассматривал его как некий уровень достижения знаний. Отметочная мотивация тут требует, конечно же, внимания и у учителей, и у родителей в том числе, так как она таит в себе опасность формирования эгоистических побуждений и отрицательных черт личности. Все не так просто с оценкой, как изначально кажется. В мотивации на высокие отметки может быть две направленности. Одна из таких – это направленность именно на отметку, на получение этой оценки. И вторая направленность – это направленность на приобретение знаний. И тогда отметка становится результатом того, насколько я в этих знаниях силен, насколько я достиг своего результата. То есть оценка деятельности. Если у ребенка направленность на отметку, то она, конечно же, поддерживается еще и родителями. То есть, например, ребенок приходит домой с четверкой, и мама ему говорит, ну что ты, мы же хорошо учимся, ты должен получать пятерки, это вообще для тебя неприемлемо. Что ты делаешь? Разве так возможно? Нужно необходимо срочно исправить. Ну вообще ты наказан, потому что четверка в нашей семье – это вот плохая оценка. А на самом деле это была сложнейшая контрольная, которую весь класс написал на двойке, потому что не смог с ней справиться, потому что там нужно было проявить творчество, там нужно было какое-то креативное мышление. А вот он написал на четверку, и в этой четверке он лучший. Но четверка становится недостаточной. Ну и, соответственно, оценка, которая появляется в школе, в школьный период, имеет еще свои некие такие негативные характеристики, потому что она отменяет задачу развития умений самооценивания. Отсутствие участия у учащихся, у учеников возможности самостоятельно осуществлять какие-то учебные действия и контролировать, и самоконтролировать, оно разрушает целостность процесса становления, развития учебной деятельности и личности в целом. Если мы говорим о возможности оценки, которую мы должны использовать в учебном процессе, то в ней хорошо бы, если бы присутствовали три компонента или три линии контрольно-оценочной деятельности. И это необходимо для развития личности учеников. Первое – это контрольно-оценочная деятельность самого педагога. Она сохраняется, мы от нее не отказываемся, эта деятельность поддерживается, учитель оценивает деятельность учеников. Второе – это формирование умений школьников осуществлять содержательную оценку в условиях коллективно-распределительной учебной деятельности. Здесь мы будем говорить о взаимооценке как очень важной составляющей, потому что если ребенок не учится оценивать других, то ему сложно сориентироваться в том, насколько он хорош в этой истории. И третье – это формирование контрольно-оценочного компонента в самостоятельной учебной деятельности. То есть оценка – это еще и самооценка и самоконтроль, как я оцениваю свою деятельность. Для того, чтобы это свершилось, нужно, чтобы были четкие критерии, насколько это хорошо или плохо оценивано. К сожалению, мы часто, как педагоги, как преподаватели, ставим оценку, но не комментируем ее или комментируем ее только с недостаточности. То есть ты не сделал вот это, поэтому оценка такая. Ребенок же очень нуждается в понимании того, что у него получилось, а что у него не получилось. И если мы рассматриваем оценку как необходимый компонент становления личности, то здесь нужно понимать, что ребенок очень нуждается в оценке своей деятельности. Но абсолютно не нуждается в оценке своей личности. Если я говорю, ты двоечник, я говорю про личность или про деятельность? Если я скажу, ты не выполнил задание, я говорю про личность или про деятельность? Оценка личности всегда имеет болезненность. Это всегда травмирует и это неприятно. Потому что исправить что-то в ситуации, когда мы говорим о личности, невозможно. Когда мы говорим о деятельности, то это дает нам огромные перспективы для того, чтобы это корректировать. Ну, например, мне очень повезло и много лет назад, где-то в 16-17 году, я была в Гатчине на мероприятии у одного педагога, психолога, воспитателя, который показывал мастер-классы по психологической работе с детьми с особенностями развития. Это были коррекционные классы в детском саду, когда педагог помогал детям справиться с различными сложностями в их физическом, психологическом развитии. И вот, наверное, этот мастер-класс как-то очень даже перевернул мое представление о том, как выстраивается оценка и насколько она важна. Ситуация была очень простая. Воспитатель усадил детей, порядка 6-7 деток за стол, и у них началось занятие. Занятие началось, и выглядело оно немного странно, но психологический смысл его оказался очень глубоким. Когда педагог сказала, «Слушай, Машенька, твой язычок тебя вчера не слушался, и ты никак не могла выговорить букву «Р». Как сегодня твой язычок? Он с тобой. Вконтакте ты можешь им управлять?» И Машенька искренне сказала, «Нет, сегодня у меня тоже не получается, давайте мы будем дальше делать те упражнения, которые мы делали». И то же самое было с другими детками. У мальчика, например, был тремор, и она ему говорит, «Ну вот рука твоя вчера тебя не слушалась, и не получалось писать буковки, давай мы сегодня как-то с тобой будем стараться для того, чтобы справиться с тем, чтобы твоя рука тебя слушалась». То есть, по сути, если рассматривать с точки зрения психологии, произошел простой прием – растождествление действия, симптома данной ситуации и человека, личности. Если мы сохраняем историю о том, что личность всегда в порядке, личность всегда хорошая, личность всегда окей, то симптомы, которые возникают, их можно исправить, даже если это достаточно сложные симптомы, связанные с дефектом речи, с заиканием или еще с чем-то, или же что-то более простое, когда мы говорим, например, об особенностях невыполнения какого-то задания или когда ребенок не справляется с какой-то логической операцией. То есть, по сути, он остается хорошим. И вот в этой группе были удивительные результаты, почему мы туда ездили на мастер-класс. Потому что, когда детей не говорят «ты заикок» или «ты заикаешься, ты весь такой», то есть симптом, который диктует представление личности, то у ребенка складывается впечатление, что он в порядке, но у него есть какие-то особенности, с которыми нужно дальше трудиться и с ними справляться. Вот в этом, наверное, суть того, какой оценки требует особенно ученик-дошкольник и ученик-младший класс. То есть, наверное, не совсем верно говорить «ученик-дошкольник», учащийся, обучающийся дошкольного образовательного учреждения, воспитанник. Это как раз история про то, что очень нужно, чтобы был алгоритм действий, очень нужно, чтобы была оценка действий, но при этом, чтобы не было оценки личности. Это главная психологическая составляющая. Личность всегда хорошая. Это хороший мальчик, даже если он проявляет агрессию. То есть у него, где он дерется с другими, и он не может справиться с ситуацией, в которой он оказался, но от этого он не становится плохим. И уж тем более, человек не становится плохим, если он не может решить задачу. Прошу прощения. Или он не может сделать какое-то задание. Теперь давайте попробуем разобраться в двух, с одной стороны, вроде бы, близких понятиях, с другой стороны, разница, да, отметка и оценка. Отметка представляет собой графический знак. То есть, как правило, это какая-то цифра, количественный показатель, по которому можно судить по уровню успеваемости. Оценка помогает ученику понять качество своей работы, насколько он хорошо потрудился. Вот здесь на этом слайде написано «Молодец, хорошо и старайся». Является ли это качественной оценкой? Если, например, я спрошу у вас, насколько я постаралась сегодня, и вы сможете оценить. И скажете, стараюсь я или не стараюсь. Во-первых, старание – очень субъективная оценка. Во-вторых, у меня есть одна история, которую я слышала тоже достаточно давно, но эта история очень впечатлила меня. Девочка пошла в первый класс, и на уроках правописания учительница очень старалась, слово «старалась» тоже употребляю, чтобы ребенок был замотивирован и хотел работать больше. И поэтому каждый день, подчеркивая что-то в своих записях, она писала «мало стараешься, недостаточно стараешься, нужно больше постараться». Девочка приходила домой, переписывала листочки, эти вырванные тетради, и все приходило к тому, что она все меньше была уверена в том, что она может вообще справиться с этим предметом, в том, что правописание вообще ей подсело. Она переживала, расстраивалась, но самое главное, у ребенка не было качественного критерия, по которому можно оценить, что я делаю не так. И самое главное, у ребенка не было качественного критерия, что я делаю так, что у меня получается. Закончилось это тем, что ребенок пришла домой, сказала маме, «мам, со мной Петя не хочет дружить, он со мной поссорился, наверное, я плохо стараюсь». Это стало поводом для того, чтобы обратиться к психологу и забить тревогу родителям. «Молодец, хорошо, старайся». Опять же, это оценка личности, а не деятельности. Нам очень не хватает механизмов для оценки деятельности, нам очень не хватает понимания, как это оценивание выстроить, на что обратить внимание. Когда ребенок приходит к отцу и спрашивает, «Пап, я не могу решить задачу». Он говорит, «Иди подумай, реши». А на самом деле ему нужно, ты правильно построил первое действие, ты во втором действии думал в нужном направлении, но совершил одну ошибку вот здесь. И тебе нужно подумать, как это сделать по-другому. Или ты все действия совершил неверные, потому что ты думаешь вот так, а давай подумаем вот в этом направлении. То есть ему нужен алгоритм, а не оценка того, что молодец или не молодец на самом деле с точки зрения психологии. Ну и теперь я хочу предложить вам два, наверное, даже три коротких упражнения, которые помогают нам выстраивать вот это взаимодействие, когда мы говорим, во-первых, о личности или о деятельности. И с помощью я-высказываний достаточно распространенной методики говорить о том, что совершено неправильно, какое действие совершено неверно. А главное при этом не затрагивать личность через свои собственные чувства, говорить о себе и о своих переживаниях. И уже только о том, что вы хотите получить от того, с кем разговариваете, в данном случае от ученика, помогает справиться с этой задачей. И вот здесь есть несколько высказываний, которые часть из них могут быть связаны с учебной деятельностью, а часть могут быть не связаны. Попробуйте предложить, как бы вы это сформулировали в чате с точки зрения «я высказываю». «Ты постоянно выступаешь по-своему». «Ты меня уже не любишь». «Почему ты все время меня перебиваешь?» «Ты себя ужасно ведешь». «Ты без разрешения пользуешься моими вещами». «Ты живешь только своей работой». Вот такие «ты» высказывания, в которых есть не только оценка, в которых есть обвинение в том, что человек, совершая действие, наносит ущерб другому человеку. Такие высказывания, с ними сложно справиться. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то мнения относительно того, как эти высказывания можно обозначить через «я высказывания», говоря про себя, используя ту схему, которую я бы здесь предложила. Сказав вначале о фактах, которые произошли, ты мне сказал, например, позатем сформулировав о чувствах, чувства, касающиеся этого факта, например, я в этом момент себя чувствую, мысли, желания и намерения. Ну, главное сделать первые три шага, то есть рассказать про факты, про чувства и про то, какие мысли это вызывает. Ну, и чтобы сильно не задерживать наше время, которое ограничено, я вам сразу предложу варианты решения. Ты постоянно поступаешь как-то по-своему. Когда ты делаешь все по-своему, я расстраиваюсь, потому что для тебя не важно мое мнение. Я была бы рада, если бы мы вместе решали, как поступить. И сразу же очень смягчается. Нет обвинительного тона и нет претензий к другому человеку. Ты меня не любишь. Мне важно проявление твоих чувств. Почему ты все время перебиваешь меня? Мне сложно сконцентрироваться, дослушай до конца и уже задай потом желаемый вопрос. Вполне применимая ситуация для школьной. Почему ты мне грубишь? Я постараюсь быть терпеливой, если ты научишься меня уважать и не будешь отвечать мне таким тоном. Или мне неприятно, когда ты отвечаешь мне таким тоном. Или повышаешь на меня голос. Ты ведешь себя ужасно. Твое поведение меня огорчило. Ты можешь так больше не поступать. Ты без разрешения пользуешься моими вещами. Мне неудобно, когда мои вещи раскиданы по другим местам. Спроси разрешение, и я с удовольствием скажу, как им можно воспользоваться, и где они находятся. Ты живешь только своей работой. Мне плохо без тебя, мне одиноко без тебя, я хотела бы проводить больше времени с тобой. То есть это высказывания, которые помогают перейти от личностных к деятельностным. И при том помогают не оскорблять личность, не высказывать претензии личности, а говорить о себя. Очень смягчает коммуникацию. Второе, о чем я здесь обратила внимание, это о том, что наша педагогическая деятельность всегда направлена на то, что мы находимся в некой родительской позиции. Если мы вспомним транзактный анализ, то роль родителя, взрослого и ребенка, в которой мы поучаем, назидаем и оцениваем, роль взрослого и роль взрослого, в которой есть могу, есть факты, и роль дитя, где есть желание, где есть хочу, и где есть позиция снизу. Вот мы обращаемся обычно из позиции родителя в позицию ребенка. И эта оценка на первых этапах взаимодействия с детьми вполне себе подходит, то есть она объективна. Когда это, например, начальный класс. Когда речь идет ближе к подростковому возрасту, то оценка может быть как раз только по фактам и только из взрослой позиции. «Ты ужасно сделал домашнее задание, иди быстро перепиши, это плохо». Вот она, родительская, назидательная позиция. Позиция взрослого – это в твоем задании две ошибки, за которые ты получил определенную оценку. Для того, чтобы их исправить, нужно совершить вот эти действия. И позиция взрослого-взрослого учит ребенка больше брать ответственности на себя и быть все-таки в позиции принимающего решения, в позиции деятеля, а не в позиции подчиненного, который просто выполняет определенные шаги. Ну и, конечно же, в взаимодействии с учеником постараться отказаться от оценочных суждений, несмотря на то, что мы должны оценить деятельность. Здесь есть тоже простой алгоритм. Нужно выделить то, что должен сделать ребенок, найти, подчеркнуть то, что у него получилось, похвалить, выяснить, что не получилось, определить, на что можно опереться, чтобы это получилось, и сформулировать, что еще нужно сделать, чтобы получилось из того, что он уже умеет. То есть это один из вариантов, когда вначале хорошее, а потом плохое, есть вариант бутерброда, когда мы говорим вначале то, что получилось, потом делаем замечание, и только потом говорим опять, что есть перспективы на то, чтобы это было хорошо. Хорошо, плохо, хорошо. То есть эффект бутерброда. Сама по себе оценка, если мы ее рассматриваем с педагогической точки зрения, имеет плюсы и минусы. Плюсы, потому что это результат работы ребенка. Иногда это результат работы не только ребенка, но и родителя. Плюсы, потому что отметка дает возможность для личностного роста. Ребенок понимает, что с ним происходит и как ему дальше двигаться в своем развитии. Воспитание волевых качеств. Для того, чтобы получить определенную оценку, он должен все-таки собраться, выстроить свои внутренние волевые структуры и в этом плане двигаться. Средства получения позитивных эмоций, определенных бонусов, повышение позиций в рейтинге среди одноклассников. Особенно для младших классов это важно, потому что дружба по оценке присутствует в младших классах, в старших классах она теряет свою значимость. В минусах отметки дается, что власть взрослых, оценивание всей личности ребенка – это средство, через которое происходит общение родителей и школы, потому что через оценку родители узнают о делах ребенка в школе, ну и некая купюра на школьном и семейном рынке, когда начинается торговля оценками. Ты получишь хорошую оценку, у тебя будет тот, ты не получишь хорошую оценку, у тебя тот не будет, ты исправишь двойку, будет вот это. Ну и как способ соревновательности, может быть как в плюс, так и в минус, в зависимости от возраста. Сегодня в современной российской действительности есть три оценки. Пять – в отлично, как высокий уровень выполнения требований, где есть отсутствие ошибок. Четыре – это уровень выполнения требований, где используют дополнительный материал, полнота, то есть он достаточный, хороший уровень. И есть оценка три, где достаточно минимальный уровень. По факту вся система образования сегодня переходит к двухбальной системе, когда есть пять-четыре и есть три, как дополнительный минимальный балл, который показывает, что что-то есть, то есть человек перешагнул через черту, но по сути оценка – это нехорошее. То есть три, как оценка, имеет негативные составляющие. Ну и соответственно оценка два – это не просто низкий уровень выполнения требований, это несправление с этими требованиями. То есть по сути двух-трехбальная система. И оценку можно рассматривать как элемент педагогической технологии, ведь это деятельность, в которых есть и оценка интеллектуальной деятельности, и мнимической деятельности – это активные деятельности, направленные на запоминание и воспроизведение материала. Это и оценка перцептивной деятельности, то есть процесса восприятия и обеспечения построения предметного образа, и двигательной активностью школьника в решении разных задач. И получается, что в одной трехбальной оценке учитель должен выставить вот эти все составляющие. Очень сложная задача. Предполагает оценивание проявляемого качества, но не личности ребенка в целом, но при этом на личность воздействует, потому что из-за оценки складываются личностные представления о себе и самооценка. Учитывая такой подход к педагогической оценке и используя ее в своей работе, педагог еще и формирует и корректирует ценностные отношения своих учеников к учебе в том числе. Если говорить о формах педагогической оценки, бывает со знаком плюс поощрение, бывает наказание. К поощрением относятся одобрение, похвала, аргументированное поощрение и материальная форма в качестве каких-то призов, стипендий и так далее. Наказание – это неодобрение, замечание – аргументированное неодобрение, лишение удовольствия, естественно, не включая естественных базовых потребностей. В более высоком уровне самосознания могут добавляться благодарности при своении каких-то званий, регалий и выговоры, исключения из какого-то группы, коллектива, что может быть значимым. Оценка мотивирует, когда ученик уверен в ее объективности, когда у него есть четкие критерии, понимание того, как эта объективность оценивается, когда ученик воспринимает ее как полезную для себя, когда он знает, что надо сделать, чтобы достигнуть других, более высоких показателей, когда он уверен, что ему окажут в этом достижении помощь, и когда он уверен, что для достижения более высоких результатов есть необходимые условия, то есть есть места, где можно их продемонстрировать. Давайте немножко озвучу и про стимулы мотивации. Отметка, сочетающая в себе свойства поощрения и наказания, мы стимулируем, то есть она становится более мотивационной. Нельзя только поощрять или только наказывать. При том поощрении и наказания я говорю в формате тех предыдущих слайдов, которые я озвучила. При этом стимулы могут быть органические, то есть связаны с удовлетворением органических потребностей. Это вкусное, сладкое, приятное, физически, эмоционально приятное. Это могут быть материальные стимулы, приобретение в собственные пользования каких-то очень важных, привлекательных для ребенка вещей. Чем младше, тем это актуальнее работает. На более высоких уровнях развития для старших детей работают стимулы моральные. Это удовольствие от сознания выполненного долга, от оказания помощи людям, от соответствия своих поступков высоким нравственным ценностям. Есть социально-психологические, повышение внимания, уважения, от ведения престижной и значимой роли. Например, повышение внимания и уважения – это стимул, который работает в оценке всегда. Ну и индивидуальное, что-то личное, что-то существенное для ребенка, которое имеет значение именно для него. Педагогическая оценка в своих принципах должна быть нацелена на помощь ребенку в обучении и развитии. То есть главная задача ее все-таки для того, чтобы ребенок имел критерий для своего дальнейшего развития, для того, чтобы он понимал, куда двигаться дальше. Результаты не должны получать эмоциональную и этическую окраску, какой ужас ты получил двойку, и информация должна рассматриваться как компенсальная. Даже если она не содержит проблемных моментов, в зарубежных школах принятая история, когда никто не знает оценки друг друга. В российской действительности и в наших российских школах очень часто оценка становится обсуждаемой. И это нормально, это естественно. Но это не очень хорошо для формирования и развития личности. Все-таки это информация, которая должна носить более контенциальный характер и доступна быть для родителей и для ученика. При этом она должна быть мотивирована, пояснена комментариями, об этом я скажу чуть дальше. И она должна исходить из того, насколько ребенок справился с той или иной задачей. Результаты оценки здоровы, если сравниваются только с собственными достижениями ребенка. И тут я тоже хочу привести один пример, который был в моей жизни, с которым я столкнулась. Когда мальчик с очень большими сложностями в управлении собой, у него там были проявления агрессии, и вообще сложности справления со своими эмоциями, пошел учиться в школу. И естественно за свое поведение и за свою неусидчивость он получал регулярно двойки. Потом он стал работать с комплексом специалистов и с ситуацией 20 ошибок в задании, он стал делать 14 ошибок в задании. Получал всю ту же двойку. Через еще месяц-полтора он стал делать 10 ошибок в том же или ином задании. Потом стал делать 6 ошибок. И по сути он был абсолютно демотивирован своими оценками, потому что оценка всегда была 2. И в этом есть сложности оценки, сейчас я тоже чуть дальше об этом скажу, которые строятся на сравнении детей друг с другом. Потому что если сравнить, например, его соседа, который учился на тройку и допустил одну-две ошибки в своей работе и получил за это четверку вдруг, а до этого у него было 2-3 ошибки, он получил тройку, то он не сильно изменился. А парень, у которого было 25 ошибок в одном листе задания, и он вышел на 5 ошибок в одном листе задания, на самом деле прогресс-то феноменальный, и уровень развития феноменальный. Поэтому тут важно, чтобы сравнивали с собственными достижениями. Но опять же могу сказать, что в нашей системе это сделалось проблематично, потому что индивидуальных оцениваний не так много, и такого опыта практически нет. Педагогическая оценка осуществляется в привычной для ребенка обстановке и совершенно неверно оценивать ребенка в экстремальных ситуациях, когда он слишком взволнован, растревожен, или когда для него эта процедура вызывает дополнительный стресс. Педагогическая оценка рассматривается как поощрение или как наказание, и это должно быть в ровно овешенном. И в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, его возраста, ситуации, ряда других факторов, соотношения и характера педагогических оценок должны меняться, но при этом не снижаться эффективность, быть многообразием. Как повысить персональную значимость педагогической оценки? Во-первых, изучение интересов и учет особенностей ребенка, потребностей ребенка. Во-вторых, это актуализация тех потребностей, которые соответствуют имеющимся стимулам в распоряжении педагога, потому что тут тоже есть ограничения. Это варьирование характера педагогических оценок с целью избегания к ним ребенка и применения оценок, которые дают значимые для ребенка люди, потому что те, кого он уважает и те, кому он доверяет, они дают ему эту оценку, и она подтверждает его внутреннюю значимость. То есть отметка, как способ выражения педагогической оценки, имеет бальное выражение, и она имеет свои нормативы. Отметки фиксируются школьной документацией, и можно сказать, это единственный, с одной стороны, профункции, то есть она и стимулирует, и ориентирует, и контролирует, и прогностирует дальнейшее развитие, и мотивирует. Функции много. Это единственный документ, который обладает, единственная форма педагогической оценки, которая обладает юридической силой. И про эффективность оценки можно говорить, если она создает у ребенка стремление в трех направлениях – к самосовершенствованию, к приобретению знаний и к выработке положительных качественностей, а не сбивает его, не дает ему установки на то, что он ни на что не способен. В последние годы в сети появился метод зеленой ручки, он раньше был тоже распространен, он встречается и в трудах Аманашвили, например. Но вот Татьяна Иванко, которая занималась своей дочкой и предложила отмечать не то, что не получилось – ошибки, а отмечать то, что получилось – достижения. И в таком случае мы пересматриваем в целом концепцию мышления. Мы очень часто сами во взрослой жизни обращаем внимание на недочеты. Мы сделали 20 важных дел в течение дня, и в конце дня вечером говорим, два пункта не доделала, не справилась, не смогла, не успела, ах, я такая нехорошая. Это, в принципе, соответствует той самой красной ручке, которая есть в нашей школьной системе. И если подчеркивать то, что получилось, и заострять внимание на том, что получилось, и делать на этом акцент, то это меняет и мышление в том числе. С психологической точки зрения оценивание вызывает сильные эмоции. Это и положительные, и отрицательные. Положительные эмоции дают признание учителям ученика, дают хорошие оценки, которые делают его гордым, которые дают ему ощущение гордости. Когда достигает ребенок хороших результатов, когда есть успех в школе, он чувствует себя удовлетворенным, и оценки могут найти место там, где ты можешь преуспеть. В то же время оценка дает и негативные эмоции ребенку, отрицательные, так называемые. Когда учителя не признают твоих усилий, не видят твоего процесса достижения, а переходят именно в результаты. То есть ты приложил много усилий, но результат был не такой, какой ты хотел. Готовился, развалдовался, не смог выступить. Это очень сильно вызывает негативные эмоции и демотивирует. Плохие оценки после таких усилий обычно разочаровывают. И теряется доверие, и снижается потенциал. Получать плохие отметки, особенно если ты готовился, это значит, что ты вложил много сил, и тебя рассматривают как одного из многих, и вознаграждения нет, хотя ты приложил достаточно много усилий. И вот здесь можно обратиться к такой системе, которая рассматривается как индивидуальная и нормативная система оценки. Индивидуальная система оценивания оценивает успеваемость ученика по предмету в сравнении с его прошлыми личными успехами и темпом продвижения по индивидуальному учебному плану. В индивидуальной образовательной траектории прекрасно реализуется. Индивидуальная система фиксирует последовательность учебных достижений, и у ребенка появляется возможность оценить себя на разных этапах развития. Нормативная или социальная система оценивания оценивает успех, успеваемость ученика в сравнении с успеваемостью других учеников. Учитель берет средние показатели по классу и после этого оценивает работы с показателями выше и с показателями ниже. Индивидуальная, нормативная, она проявляется в использовании в ситуации развития индивидуальных эталонов. «Посмотри, вчера ты еще не мог, а сегодня уже хорошо. Ты сегодня работаешь хуже, чем вчера. Вчера результаты были выше». И различие проявляется в типе оценочных высказываний, когда поясняются причины такой оценки. В оценке своего влияния на ситуацию ребенок становится источником, а не просто пешкой, управляемый в данном процессе. В осторожных прогнозах неуспеваемости ты никогда с этим не справишься. Это вообще невозможная такая оценка. То есть ты не получилась, не получилось. Почему? Поощряют застарания в ходе работы и дают индивидуальные задания чаще для того, чтобы помочь каждому найти успешность какую-то свою. И если мы говорим о социальной оценке, то она проявляется в использовании оценивания социальных эталонов, когда один ученик сравнивается с другим. Саша опять не справляется, посмотри на всех. Они хорошо решают, как быстро сделали, ты отстаешь. И различия в типе оценочных суждений, когда сравнивают учеников друг с другом, в разговоре объясняют все устойчивыми характеристиками. Например, у этого хорошее прилежание, у этого плохое подлежание. Делаются длительные прогнозы. До конца года ты свои оценки точно не справишь. Сильно хвалят часто, остальных улучшений могут не замечать и оценивают за результат и чаще дают одинаковые задания. Это негативная составляющая. И, конечно же, выбор оценивания влияет на мотивацию учеников. Если мы индивидуально оцениваем, ученик может достичь наивысшего уровня, независимо от того, как выступают другие. И оценка лишь результат, а не его статус в классе. Если мы говорим о мотивации учеников, то она намного выше, если они знают, что им не надо соревноваться за небольшое доступное количество оценок хороших, которые, в принципе, могут быть у всех. И также слишком частая высокая оценка тоже может иметь свои последствия. Например, если в норме для ученика, который, как правило, получает высокие оценки, они становятся для него положительным подкреплением. Ученик старается учиться и старается эти оценки получить. Если вдруг случается так, что неожиданно получается высокая оценка, то она может привести к уровню повышения притязаний, ожиданий и, возможно, большему старанию. Некоторые ученики настолько привыкли получать тройки и двойки, что они со временем начинают чувствовать, что они заслуживают только это. И другие оценки для них недоступны. И постоянные неудачи приводят к некому порочному кругу, когда неудача, низкий уровень притязаний, усилия снижаются и появляется опять новая неудача. Такой ребенок, даже получив высокую оценку, он не верит в успех и избегает браться за более сложные задания, потому что это уже такая аффективная реакция, когда я не смогу повторить свой успех. Ну и низкая оценка тоже имеет свои последствия. Во-первых, в нормальной реакции она воспринимается как неудача, то есть как некая созидательная. Это случилось, я должен это исправить. Но высокие стандарты, конкуренция приводят ребенка к повышению усилий, настойчивости и дают ему возможность быть уверенным в себе и добиться успеха. Если же существует аффектная реакция, ученики воспринимают низкие оценки как несправедливое наказание. Наказание за что? Если низкие оценки как публичная неудача или низкая оценка как показание своей слабости, это должно быть исключено. Тогда ребенок будет не бояться получать низкие оценки и понимать, что их можно исправить. Тут нужен баланс между предполагаемыми стандартами и возможностью добиться успеха у ребят. И тут есть в табличке реакция на удачу, на высокую оценку неудачу. В норме на удачу. Это я беру более сложные задания, у меня есть способности, я могу добиться. В норме на неуспех это сохранение уровня притязания, я попробую еще раз, я обязательно добьюсь. Реакция аффектная, это искаженная, когда сохранение или снижение уровня притязания и в успех ребенок не верит. Вот да, так получилось, но это как-то так получилось. И на неуспех аффективная реакция это обвинение других, это не я не справился, это мир такой, учителя двойку поставили, несправедливость и отказ от деятельности, не веря в себя. Ну и соответственно ожидание учителя очень влияет на оценивание. Есть эффект пигмалиона, который показывает, что если я постоянно буду чувствовать себя неуспешным, я поверю, что я неуспешен. Если учитель не верит в успеваемость ученика, то естественно этот эффект будет оказывать влияние. Например, десятиклассники и одиннадцатиклассники, уже размышляя по-взрослому, часто говорят, я не могу выйти на другой уровень оценки, потому что учителя уже привыкли, что у меня постоянно тройка. Мне трудно доказать, что я могу перейти в пятерку. Само осуществляющее пророчество тоже близко к первому, ложная или беспочвенная надежда, которая осуществляется, потому что этого ждут, да я все равно получу тройку. Ну и как следствие это подтверждающее застывшее ожидание или эффект ореола, учитель не изменяет своего отношения и не принимает даже незначительные улучшения, а может быть и значительные. На появление ожидания учителя влияет много социальных факторов. Это знание семьи, знание старших братьев, сестер, социально-экономическое положение, пол, предшествующие оценки, поведение ученика, его дисциплинированность, его внешность, его взаимодействие с учителем. Ну и можно дать несколько рекомендаций. Во-первых, использовать информацию о прежних отметках очень аккуратно, очень осторожно, может быть даже не брать информацию, прежде чем не сложить собственное представление, объективное о знаниях. Быть осторожным к обращению со слабыми учениками во время урока. Давать им немножко подсказки, поддерживать их, потому что им это очень нужно. Вызывать их, отвечать так же часто, как и сильных учеников, тем самым помогая им выстраивать взаимоотношения с самим собой, верить в себя. При общении с учениками показывать, что вы верите в их возможности, хорошо учиться, что они точно справятся. Если вы возвращаете им работы, то предложить, что изменить. Также, чтобы уменьшить отрицательное влияние, следует избегать ставить высокие оценки только за ответы, которые соответствуют взглядам или дублируют учебник. Дети иногда выражают свое мнение не всегда так, как это понятно учителю или так, как это предложено в различных документах. При частичном ответе иногда детям тоже можно давать поощрение и несоответствующие стандарты. Учителю нужно убеждаться, что каждый ученик имеет для убедиться и быть в этом уверенным, что каждый ученик имеет шанс на успех, особенно в начале нового задания. Я верю, что вы справитесь, условно говоря, по ссылке, с которым учитель приходит к ученику. Ну и в отсутствии комментариев вообще относительно всего класса обсуждения оценок, все-таки комментарии относительно того, как ребенок справился, должны быть и письменные, и устные. Учитель должен давать индивидуальные комментарии каждому ученику и стараться избегать публичных обсуждений. На младшей ступени следует давать более короткие комментарии, на старшей более развернутые. Если учитель ставит ученику более низкую оценку, чем тот отжидал, то следует объяснить, почему такая оценка поставлена и как этот материал так сложился. Учителю следует отмечать специфические ошибки в работе учащихся. То есть, возможно, причина этих ошибок, почему они появились и советы по исправлению. Дать право на ошибку – это очень важно, потому что дети, у них складывается впечатление, что ошибаться нельзя. То есть ошибка – это нормально, ты можешь ее исправить. Вообще, если посмотреть с философской точки зрения, то ошибки нам дают в жизни больше потенциала, чем правильно выполненный вариант. Вот, например, сегодня я веду у вас этот вебинар, и он у меня там, например, складывается хорошо. И я его провела и забыла. Но если я совершу ряд ошибок, или если у меня что-то не пойдет, или что-то не сложится, я запомню его надолго, потому что, исправляя эти ошибки, я получу намного больший результат. Я смогу скорректировать свою деятельность. Вот, стараться быть объективным, то есть иметь четкие критерии по оцениванию, чтобы ребенку они были понятны. И не должен выставлять оценку в основе только на одном каком-то виде оценивания, например, в тесте. Есть и другие варианты, там, эссе, творческие задания. Сегодня с введением ЕГЭ, конечно, очень ограничен выбор для оценивания, но, тем не менее, это все-таки хорошее. Но в течение обучения, в процессе обучения есть возможности и другие, их тоже стоит применять. В общем-то, все, что я хотела вам сегодня сказать, и буду рада, если вы тоже оцените полезность для вас сегодня этого вебинара. Благодарю вас за интерес, за то, что вы были сегодня со мной, и за то, что мы с вами обсуждали значимые темы. Прощаюсь, возвращаю модераторам право общения. Спасибо. Спасибо.